Военный комиссар Вячеслав Клявень на встрече с председателем Координационного совета по делам ветеранов Михаилом Солнцевым предложил проводить на территории Одинцовского историко-краеведческого музея встречи экскурсионного характера, на которые будут приглашаться генералы и старшеклассники. И вот первая такая встреча состоялась. Как отмечают ее организаторы, люди, живущие в Одинцово, редко посещают музей вместе с детьми и внуками. А ведь здесь действительно очень интересно. Экспозиции постоянно меняются. Каждый месяц в музее появляется что-то новое. Большинство генералов впервые все это видят, и у них жизнь прожили. Они состоялись, они стали генералами, прошли в разных гарнизонах, принимали участие во всех мероприятиях и свою жизнь посвятили защите Отечества. А здесь они с удивлением смотрят, и уже слышно такие реплики, вот как «я раньше не знал, что я раньше не знал, не пришел сюда». Ну и, конечно, патриотическая работа со школьниками. Вот это класс, где мы должны проводить такую работу во всех школах. Мероприятие организовано при поддержке сторонников партии «Единая Россия» и общественной палаты Одинцовского района. На встречу приехали 16 генералов, а также старшеклассники школы номер один и воспитанники детского сада номер 82, которые, кстати, преподнесли генералам памятные значки, сделанные своими руками. На них надпись «Мы вас любим». Ветеран Константин Федотов передал в Дармузею книгу своих воспоминаний, вручив ее директору учреждения Светлане Рахановой. Вопрос о патриотическом воспитании актуален, и я рад очень, как представитель старшего поколения, что эта работа в Одинцовском районе проводится очень активно, и много мероприятий проводится в течение всего буквально года, и в знаменательные даты, и в обычное время. Поэтому прошу приветствовать. Спасибо большое. Надпись, надпись, зубовно. Спасибо. Большинство генералов впервые побывали в историко-краеведческом музее. Экскурсию для них провел Ренат Шафиков, который сам прошагал не один километр по афганским тропам. Экспозиция музея включает четыре зала. Первый из них рассказывает об истории края, от кости мамонта, найденного на месте Луцинского городища, до предметов XIX века. Второй зал – литературный. Он знакомит с заповедными местами Одинцовского района, связанными с именами русских писателей XIX-XX веков – Пушкиным, Чеховым, Пришвиным. Третий зал музея посвящен Великой Отечественной войне. Здесь хранятся подлинные фронтовые письма, фотографии, документы, предметы вооружения Красной Армии и фашистской Германии, картины на военные темы, личные вещи фронтовиков. Зал «Россия помнит своих солдат» посвящен тем, кто принимал участие в боевых действиях в Афганистане, Таджикистане, Чечне и других горячих точках. Здесь можно увидеть личные вещи солдат, военное снаряжение и многое другое. Кроме того, на территории музея работает выставка военной техники. В планах организаторов подобные встречи проводить не только в Крыльевическом музее, но и в школах города и района.